Здравствуйте! Я Юлия Шефер. Это программа «Что происходит в эфире» Черноморской телерадиокомпании. До сих пор живо предубеждение, что жители Донбасса сами виноваты в том, что война пришла к ним в дом. Причем так считают даже те люди, которые не отрицают факт российской агрессии. Сегодня у нас в гостях Александр Коломийцев, вынужденный переселенец и экс-доброволец батальона Джохара Дудаева. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Александр, как вы стали участником батальона имени Джохара Дудаева? Это чеченский батальон, вы украинец. Как вы нашли друг друга? Расскажите, пожалуйста. Это не совсем правильный посыл, что это чеченский батальон. Изначально батальон носил название «Миротворческий батальон», «Международный». Туда входили в состав батальона и грузины, и осетины, и представители других национальностей. И этим батальоном движла одна идея – это идея справедливости. Восстановить, наконец-то, справедливость, потому что многие народы потерпели от российской агрессии, претерпели довольно-таки значительные ущемления. На момент агрессии мы все прекрасно помним, что Украина не до конца осознавала, что именно происходит в Украине и кто движет этими процессами. То есть для нас была создана, для всей Украины, для всего мира, наверное, создана была картинка того, что существуют некоторые сепартисты, то есть люди, желающие изменения, провести территориальные изменения в стране, несогласные с киевским режимом. И якобы народ восстал, взял, провел референдум и решил отделение. То есть это все, как житель Луганска, я могу вам сказать, что это была внешняя мишура, которую выгодно использовали российские каналы, раскрутив эту несостоявшуюся идею на сегодняшний день, раскрутив по своим СМИ и растиражировав ее по всему миру. Значит, на момент того, когда мы познакомились с командиром подразделения Сумунаевым, мы изначально знакомы не были. То есть увидели его сообщение в Фейсбуке о том, что есть минорторческий батальон, он ведет активную позицию помощи Украины, готовит ВСУ, то есть вооруженные силы Украины, добровольческие батальоны к встрече с предстоящим врагом. Для ИСы тогда это уже был не секрет. Человек, который прошел две чеченские войны, он прекрасно понимал, что против нас действует хорошо сплоченное, организованное спецподразделение России. И посмотрев его пресс-конференцию, мы обратились к нему через Фейсбук, попытались выйти на него, но, к сожалению, тогда этот контакт не состоялся. И буквально чудо нас, наверное, на тот момент свело с ним. Мы приехали на базу батальона «Айдар», и там встретили Ису Мунаева. Тогда это был человек небольшого роста, внешне с большим мужским темпераментом. И выслушав нас, что мы хотим, как бы, жители Луганской области, нас тогда было, ну, скажем так, мы были малочисленны, но нам нужен инструктор, нам нужны люди, которые помогут нам организоваться. Вот, Иса сказал такую фразу, что «Если вы мне говорите правду, вы мои друзья, если вы меня обманули, то вы мои враги». Вот, он на тот момент нам поверил, вот, как и потом, мы его не подводили. Вот, Иса нам очень значительно помог в создании, в нашем обучении, скажем так. Кем вы были в Луганске, кем вы работали, каким образом вы вообще решили создать? Перед военными действиями я работал в Луганстандарт Метрологии, это государственное предприятие, занималось сертификацией продукции, вот, и, ну, госстандарт, скажем так, по-старому, чтобы… Ну, это было вот веление сердца, да, вы решили с товарищами защищать Украину? Видя, понимаете, как, ну, видя просто фактически неспособность, кто защищает право в Украине? Правоохранители, вот. И фактически, ну, я видел, что бывший, как бывший милиционер, я видел, что сотрудники перестали реагировать на ситуацию, то есть, все пошло на самотек, вот. И фактически, инициатива перешла в руки бандитов на тот момент, это были бандиты с автоматами, с оружием, то есть, ну, начался хаос в городе, вот. И, как бы, только слепой не понимал, что если мы не сплотимся и сами не дадим отпор, то нас просто ждет бегство из города. И вы сами проявили инициативу, стали искать встречи с Исой Мунаевым? Ну, на тот момент, на тот момент сложилась, так, инициативная группа, я находился в городе Сватово, тогда там находилась администрация, вот. И первое мое, скажем так, действие, это помощь администрации в рядах волонтеров. То есть, на тот момент тоже это было немного, но многие люди нуждались в нашей первой помощи. Организовывались коридоры по выходу людей из опасных зон, то есть, уже начались боевые столкновения, вот. И люди пытались покинуть территорию, где велись боевые действия. Ну, моей задачей, как и моих товарищей, была организация гуманитарных коридоров, размещение лиц на территориях, которые под контрольной армией, то есть, обеспечение продуктами. То есть, это, ну, это, знаете, как, я даже не могу сказать, я когда-то говорил, это даже была не работа, это была боль. Я такую же боль пережил, я понимаю, что такое выехать, пройти блокпосты террористов, вот, подвергся унижению и увидеть впервые флаг Украины, знаете, после того, когда ты наблюдаешь вот этот хаос, наблюдаешь кучу пьяных с автоматами, вот, беспредел на улицах, вот. То есть, флаги непонятно каких, ну, я не пойму до сих пор, откуда они в таких флагах. То есть, вы на добровольческих началах, как волонтеры сначала помогали? А затем вы решили стать все-таки частью добровольческого отряда? Надо было проявлять инициативу, иначе, если мы не сделаем, то сделай кто за нас, вот. Понимаете, до сих пор у многих переселенцев и людей в Украине сложилось мнение, что кто-то должен прийти и выполнить за них эту работу. Ну, вот, нет мифических каких-то спецподразделений, нет мифических, ну, зазвимых киборгов, которые бессмертные. Есть обычные граждане Украины, которые, в дом которых пришла война. Так наши деды, так же защищали нас этот, ну, даже, да, возьмем терминологию тех же сепаратистов. Так же ж нас защищали. Вот, если мы не остановим сегодня, вот это что же творится, придется нашим детям потом воевать, понимаете, за свою территорию. — Александр, в начале 15-го года батальон имени Джохара Дудаева принимал участие в боях за Дебальцева, там был убит Исаа Мунаев. Вы так же принимали участие, да? — Да, к сожалению, да. Исаа тогда погиб. Вот, ну, ситуация развивалась, знаете, как, я помню хорошо слова Исы перед тем, как мы пошли на тогда его последний бой. Он собрал нас всех за одним столом, вот, и сказал, ребята, вот, ну, все мы умрем. Все, кто-то умрет молодым, вот, кто-то умрет старым, кто-то умрет в постели. Ну, вам выпала великая честь умереть за свой дом. Вот. Для этого, ну, это слова были великого воина, он понимал, о чем он говорит. Но если мы не остановим их здесь сегодня в Дебальцево, они пойдут дальше, они пойдут на Украину. Вот, они не остановятся ни на границе Украины, ни пойдут глубже в Европу. Это были слова Исы. То есть, знаете, даже отчасти это человек, который говорил пророчески. Вот. И, к сожалению, что... Вы были готовы к разному исходу. Я правильно понимаю? Да. 22 февраля 2016 года президент Порошенко заявил, я цитирую, «Наш выход из Дебальцево – это одна из лучших операций вооруженных сил Украины». Но если говорить в цифрах, то наши потери в ходе Дебальцевской операции с 18 февраля по 21 февраля 2015 года составили свыше 250 погибших и пропавших без вести. Многих пленных еще не освободили, судьба их неизвестна, в том числе за время боев по прорыву из окружения и выходу из Дебальцево. С 15 по 21 февраля погибло и пропало без вести около ста военнослужащих. Скажите, пожалуйста, как это было и согласны ли вы с формулировкой Порошенко «Успешный вывод войск?» Это был котел или все-таки успешный прорыв? Вы знаете, мне тяжело себя мнить стратегам, сидя в теплой студии. Я вам скажу, находясь там, именно непосредственно в Дебальцево, ты прекрасно понимаешь, что линия обороны, она неровная. Поэтому Дебальцево на тот момент был как уступ, его было очень тяжело сдерживать. Поэтому в войне такое понятие есть линия обороны, ее надо было выравнивать. Опять-таки были стратегические планы определенные у генералитета. По моему мнению, на тот момент проходили переговоры в Минске. Была четкая договоренность о прекращении огня и фиксировании территорий. Тут на тот момент политиками фактически, ну знаете, велась война как здесь, в Дебальцево тогда, и так и война велась там, в Минске при проведении переговоров. И линия, в принципе, победы была на тот момент за нами. То есть договоренности были соблюдены, мы зафиксировали линию обороны. Ну а потом поступил приказ ввиду явного превышения, то есть количество наступающих, был получен приказ отойти. Отойти, да, на сторону Артемовска. Сказать, знаете, что это планово, опять-таки, мне тяжело сказать, назвать это плановым отходом. Когда, знаете, я приехал в Артемовске, встретил командира одного из подразделений, он был очень пьян, он очень извинился, говорит, у меня 50% потери. Я говорю, убитыми, ну 200-ми, он говорит, я еще точно не знаю, говорит, они выходят по одному, по два. Это был третий день выхода с Дебальцево. То есть, ну как назвать это планово? Скажите, мы говорили вначале о том, что многие воспринимают, многие жители на оккупированную территорию воспринимают как данность то, что с ними произошло. Одни пытаются бороться и сопротивляться, другие ждут, что им что-то дадут, или что их спасут, или что им выплатят какие-то пенсии, допустим. Премьер-министр недавно рапортовал, что за прошлый месяц украинское правительство остановило выплаты, соцвыплат пенсии для 150 тысяч так называемых переселенцев. Многие организации-переселенцы выразили недоумение, потому что государство обязано заботиться о своих гражданах, даже если они находятся на территории оккупированной. Как вы думаете, почему вообще появился такой феномен, как пенсионный туризм? Это алчность или необходимость? Что вы вообще об этом думаете? Ну, знаете, назвать людей, которые пытаются выжить, назвать туристами, это не больше сарказм. Люди работали всю жизнь, заработали пенсию. Их вина в том, что сейчас произошло, ноль. Все рассказывают о референдумах. Я участник этих событий, находился в тот момент в Луганске. Не было референдума. Был фарс, был надут мыльный пузырь, в который теперь же наше правительство пытается заставить поверить людей, что действительно этот референдум проходил. Результаты референдума пшиковые. Мы, фактически, людей на сегодняшний день, статус их брошенные. То есть государство, по моему мнению, открещивается от них. Альтернатива какая? Ну, если так прикинуть, в принципе, перенаселение никто не проводил, но на той территории осталось порядка миллиона-полтора людей. Готова ли Украина принять полтора миллиона людей, чтобы они заехали сюда сейчас на территорию Украины? В Европе, если не ошибаюсь, беженцев было порядка 500 тысяч. И в Европе объявили чрезвычайное положение в связи с тем, что большое количество беженцев поехало в Евросоюз. А Украина ли готова принять полтора миллиона своих граждан, которые сейчас приедут? Она их обеспечит жильем, обеспечит работой. На сегодняшний день люди, которые остались там, они вынуждены, они охраняют свое имущество, которое они всю жизнь наживали. Они охраняют некоторых семьи, не семьи, а больные дома находятся. То есть они не могут с ними выехать. К сожалению, не все могут позволить себе выехать на неоккупированную территорию, снять жилище, купить себе этот... Ну давайте с калькулятором посчитаем, сколько это. А с нашей стороны, если мы боремся за те территории, а не цинизм ли с нашей стороны отказаться от этих людей? А потом их обвинять в том, что они не делали? Фактически сейчас, я не пойму позиции даже правительства, ну издать клеить ярлыки. Понимаете, вот сейчас почему-то на территории Украины не оккупированные, вот постоянно разгоняется какой-то миф о том, что те люди, которые остались там, это сепаратисты. В чем их вина? В том, что граница Украины проходит именно через Луганскую, рядом с Луганской Донецкой областью. Вот их вина. Больше другой вины нет. Вина их в том, наверное, что Украина не смогла сдержать российскую агрессию, и война действительно пришла... Ну вот, поверьте, знаете, там очень много людей, которые, находясь там, они до сих пор говорят, мы тайно пьем и кричим «Слава Украине!» Потому что они ждут, ждут, когда вернемся мы, когда мы освободим этих людей. Да, есть какой-то процент людей, которые не согласны с Украиной, да, есть. Но он здесь есть, он и на этих территориях, к сожалению, есть. Конечно, есть и в Харькове, и в Непропетровске, и в Киеве есть. То есть люди, которые мыслят иначе. Ну, не бывает одинаковых мыслей у двух людей. То есть всегда будет... Александр, я предлагаю посмотреть сюжет наших коллег из «Радио Свободы» о пенсионном туризме, о переселенцах. В апреле 2015 года сепаратисты заявили, что берут на себя содержание бюджетников и социально незащищенных жителей на территории под контролем группировки «ЛНР». Выплаты пересчитали в российские рубли, но занизили курс гривны к рублю до одного к двум. С тех пор рубль просел гораздо сильнее, чем украинская валюта. И пенсионерам просто не стало хватать на самое необходимое. Если учесть, что курс русского рубля и гривны один к трём, так почему же вы не даёте пенсию, почему вы зарплату не даёте один к трём? Ведь у нас курсы один к трём. В магазинах уже давно поднято не только в три раза, а в три с половиной раза. Так почему у нас не даёт? Где оседают наши деньги? Где наши деньги? Сегодня официальный курс рубля в Нацбанке Украины – 35 украинских копеек. Жители Луганской видят, что сепаратисты отбирают почти треть каждой пенсии, когда сравнивают полученные выплаты с курсом в местных пунктах обмена валют. У меня пенсия – это гривня к 1125, значит 2250. За квартиру заплати, пенсия – это самый сахарный диабет ещё, таблетки надо каждый день пить. И ещё кроме сахарного всякая всячина. Вот и располагаем на хлеб, и что там до хлеба хватит. Одна из главных статей расхода – коммунальные услуги. На оплату которых уходит практически вся пенсия. Дисциплинированные старики платят, потому что не хотят накапливать долги. Ходят слухи, что у неплательщиков могут отбирать квартиры. На жизнь остаются буквально копейки. Цены на продукты в Луганске такие же, как в Украине и выше. А всё же дорого. Раньше он пошёл в гречку, взял пакет, 15 рублей было, гривен. А сейчас 53. А что там, я дорого всё. Услуги, вот я сейчас посчитала, мне почти что тысячу надо отдать за услуги. И что? Что у нас остаётся? И в школу, ну внуку, и... Очень хорошее. Своё возмущение луганские старики высказывают тихо. Боятся потерять и то, что имеют. Надеем на лучшее, надеемся. Да? Да, надеемся на лучшее. Живём надеждой. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев. Для Донбасс-Реалии, Радио Свобода. Люди действительно оказались брошены на территории. Их обманывают. Я прокомментирую это видео, как бы, ну вот один-двум, да? Ну, ни для кого не секрет, что Россия сейчас завозит рублёвую массу, почему те территории оккупированы, они перешли на работу с русским рублём. Он осуществляет этот обмен, осуществляет определённая группа лиц, которые контролируются своим собственным эго, то есть желанием заработать. Они устанавливают вот такой вот ручной курс. На этом ручном курсе просто выкачивают деньги себе в карман. Опять-таки обдирая местное население. Поверьте, никто местное население, даже за него никто не думает. То есть это всё опять-таки фейк. То есть создаётся маленькая группа, собирается довольных людей, якобы довольных. Снимаются редкие кадры о благополучии на тех территориях, а потом это всё активно тиражируется опять в средствах массовой информации. Возьмём конвои с гуманитарной помощью. Никому они не доходят. Нет таких людей, которые с этой гуманитарной помощью живут. Я вам скажу даже больше. Совершенно недавно, где-то с месяца назад, на неподконтрольных территориях проводится налоговая реформа о том, что на рынках будут установлены налоговые сборы дополнительные. То есть с каждого торгующего. Было народное недовольство на тех территориях. Оно было, скажем так, не жёсткое, но мягко погашено. Потому как там особо ты возучаться не сможешь перед людьми, которые с автоматами. И цель какая была, то есть покупка торгующим в одном месте. Вместо создаётся маленькая база, куда всё завозится с России, оставляется это на базе, а торгующие должны выкупать этот товар и продавать дальше. То есть опять-таки, видите, идёт обогащение определённой группы людей, которые там себя называют правящим классом. Ну вот как-то вот такая вот ситуация экономическая там сложилась. То есть вот этот феномен пенсионного туризма, он возник в связи с тем, что людям не хватает, естественно, пенсии, которую выплачивают не полностью, забирают одну треть с учётом пересчёта несправедливого курса. И они, получается, что они выезжают на территорию Украины, регистрируются в Украине. Это попытка выжить, попытка выжить людям. Поймите правильно, людей других вариантов нет. Вот вы видели, может, сейчас часто сюжеты нам показывают о пойманных финансистах терроризма, да, блоке денег, карточки, пачки. Это карточки тех пенсионеров, которые не могут выехать. Лежит бабушка, извините, она встать не может, она находит группу людей, которые за определённый процент заезжают, обналичивают эти карточки и заезжают, раздают эти деньги. Это целая индустрия сейчас. Это сейчас эта индустрия. Ну, сказать, это финансирование терроризма, ну, я не знаю. Но я как бы против термина, например, когда рассказывают о товарах, которые заезжают на территорию неподконтрольную нам, что это контрабанда. Контрабанда – это незаконное перемещение товаров через таможенную территорию Украины. Получается, наше правительство уже фактически в наших умах, оно уже законило ту территорию и назвало, что это граница. Ну, нельзя играться с понятиями, понимаете. У нас сейчас вот правовой коллапс, у нас нет фактически законов, которые регулируют отношения с неподконтрольными территориями. То есть территории есть, посты есть, проблема есть, а законов нет. Кто это должен регулировать? Государство. Вот над чем надо задумываться, а не резать, извините, по-живому. А чем тогда? Вот давайте вспомним, да, 1932-1933 год, Голодомор, который мы, ну, к сожалению, отмечаем, да, потому что это траурные дни нашего народа. А чем сейчас отличается Голодомор от тех территорий? Фактически мы поставили войска по границе, вот, запретили людям, ограничили въезда, запретили им ввозить, вывозить количество товаров, да, там, ну, буквально, не знаю, там уже по пальцу можно пересадить, что им туда можно завозить, и держим их там, и еще деньги обрезали. Это не Голодомор такой скрытый. У меня это как-то так, это, знаете, такое, создается впечатление. То есть вы негативно относитесь к тому, что украинское правительство пытается пресечь это явление? У нас нету плана. Вот, может ли правительство ответить, есть ли у нас план вообще, что мы собираемся делать дальше? Или у нас позиция страуса засунуть голову в песок и ожидать, что кто-то решит эту проблему за нас? Никто не решит. Александр, скажите, пожалуйста, на прошлой неделе стало известно, что милиционеры, которые не прошли переаттестацию, чтобы служить в новой полиции, они будут направлены на службу в Луганскую Донецкую область, то есть их будут привлекать на службу в эти области. Давайте, кстати, посмотрим сюжет, почему было принято такое решение в сюжете наших коллег из «Радио Свободы». По-нашему это кровать, по-ихнему это шконка. Четыре стены, железная дверь, решетка на окнах, стол и шконка. Так выглядит после переезда в Северодонецк дом луганчанина Виктора. От тех, кого содержат под стражей, жизнь полицейского отличается только тем, что двери его камеры всегда открыты. Зарплаты полицейского на съем жилья плюс коммунальные может и хватить, но потом остается, скажем так, немного денег на существование. Виктор искренне верит, что сможет вернуться домой уже в освобожденный Луганск. На условия жизни не жалуется и не ждет получения ведомственного жилья, которое обещают уже больше года. Пусть не своя крыша над головой есть, работа есть, пока есть здоровье. Тем более мы давали присягу переносить тяготы и решения. Из-за отсутствия жилья на подконтрольной Украине территории многие бывшие милиционеры отказались от переезда с оккупированного Донбасса. Еще часть из них уволилась, а те, которые снимают жилье, едва сводят концы с концами. Это просто ужас какой-то. Люди реально ползарплаты уходят на квартиру. И при том, что жена не работает, двое детей, вот так вот проживают. Областное руководство национальной полиции сейчас не скрывает, что ощущает острый кадровый голод. Больше всего не хватает оперуполномоченных, участковых и следователей в прифронтовой зоне. У нас общее количество в данный момент на нашей подконтрольной территории по штату около 4 тысяч человек. Чтобы вы понимали, раньше в Луганской области на всей территории было 11 тысяч человек по штату. На сегодняшний день комплект у нас составляет около тысячи. И люди уходят, люди увольняются. Из-за возникшей ситуации Юрий Покинь-Борода предложил дать шанс для дальнейшей службы в полиции сотрудникам из других регионов, не прошедшим переаттестацию. Руководство МВД поддержало идею. Покинь-Борода убежден, что на Донбассе в любой момент может возникнуть еще большая нехватка профессиональных кадров. Поэтому их нужно заполнять, не теряя времени. Нам поступит приказ взять под контроль отделы полиции, которые находятся на неподконтрольной территории. У нас таких 19 отделов. Для того, чтобы там контролировать более или менее ситуацию, нам надо 4-5 тысячи человек. Опять же вопрос, где нам их взять? Не скрывает удивление от принятого решения руководитель области Георгий Тука. В комментариях резок, ведь от уровня полиции зависит спокойствие целого региона. А по каким критериям будут проверять профессиональные качества тех, кто вскоре придет служить в полицию, пока неизвестно. Кожан имеет шанс переглянуть свою позицию, но нужно внимательно следить за этим. Это не должно быть какими-то навалами. Выбачите, все лойно, а и данный Луган. Нет, если такой подход, я его не спрямлю. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Александр, что вы думаете о таком решении, о том, чтобы посылать милиционеров в Луганскую область? я вот сам бывший милиционер, и многих милиционеров, которые уже достаточно в больших чинах находились в Луганске, я лично знаю. И с одним я разговаривал, он говорит, а дайте нам вот эту зарплату, которую вы платите новым полицейским, дайте нам автомобили, бензин, и поверьте, мы дадим лучший показатель, чем дадут эти молодые сотрудники. Я, знаете, когда пришел работать, мне наставник мой сказал, опер становится опером после трех лет работы. Я не знаю, как сейчас можно резко перевернуть систему, которая, ну, много очередей, это очень серьезная система правоохранительная, там надо пройти действительно стажировку, надо набить руку, помимо теоретических знаний, очень много значит практика. Вот, поэтому сейчас взять, обидеть, скажем так, правоохранителей, которые остались верны присяге. Поверьте, я открыл просто сайт ЛНР там, милиции, он до сих пор в открытом доступе, и многих увидел знакомые лица, которые находятся у них в розыске. То есть, это наши, наши сотрудники, которые выехали на подконтрольную, остались верны присяге, выехали на подконтрольную территорию, сейчас они там находятся в розыске. То есть, Александр, вы считаете, что чем прислать на работу новых полицейских, совершенно новичков, лучше все-таки, что это будут, пусть не прошедшие переаттестацию, но милиционеры, которые имеют опыт за причами. Они доказали свою уже преданность, они доказали свою верность, они доказали свой профессионализм. Они выехали с одними, не знаю, сумочками, выехали на подконтрольную территорию, до сих пор служат, до сих пор терпят, их семьи терпят. Поверьте, я знаю этих людей и на что они способны. Дайте им, пожалуйста, условия, ну, люди должны жить и они вернутся и будут работать на своих... Совершенно верно. Ну, провести такой способ очищения, я не знаю, от кого очистили, от людей, которые остались преданы Украине, от них надо провести очищение. Спасибо, Александр. Скажите, вы родом из Луганска, что вы потеряли, покидая Луганска? Будете ли вы требовать компенсации? Практически потерял все, скажем так, спортивная сумка и чуть-чуть вещи с собой у меня было. Это все, с чем я выехал, как говорится, с издому, да? А компенсация, знаете, вот если на тот момент у нас волонтеры смогли организовать, остановить, вот фактически победа сейчас, это досталось руками добровольцев, волонтеров. Я думаю, что опять на плечи волонтеров легла вот эта работа по доказыванию именно преступлений со стороны России в отношении народа Украины. А кому вы обращались, чтобы добиться компенсации за потерянное имущество, за моральный ущерб? Ну, сейчас есть общественная организация «Громадские права», которая... Сила права. Сила права, извиняюсь. Которая предоставляет юридическую помощь в этом вопросе, готовит международные иски и проводит полностью юридическое сопровождение этого вопроса. Ну, знаете, опять-таки, это, опять, можно их только сравнить добровольцы и волонтеры, то есть люди, патриоты Украины. Опять все на этих плечах, опять на плечи патриотов. Хотя есть у нас такие ведомства, которые должны этой работой были заняться. Александр, спасибо вам огромное. Сегодня у нас в гостях был экс-доброволец батальона имени Джохара Дудаева, Александр Коломийцев. Я напоминаю, что каждый гражданин Украины, который пострадал в результате агрессии Российской Федерации и потерял имущество, либо просто остался без дома, переселился, либо остался на территории подконтрольной оккупантом, каждый гражданин имеет право требовать компенсацию от страны-агрессора. Украинское движение, все украинское движение «Сила права», юристы оказывают совершенно бесплатную помощь таким людям. Вы можете обратиться в эту службу и добиться своей маленькой победы на юридическом фронте против страны-агрессора. Это была программа «Что происходит в эфире» Чиноморская телерадиокомпания. Я ее ведущая Юлия Шефер. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин